Добро пожаловать на обзор первого мода на российский автопром для баз симулятора Индонезии. Вы скажете, да уже были русские моды, это далеко не первая модификация с отечественной машиной. Да, были моды, но сделаны на скорую руку или сконверчены из старых игр по типу сталкера, на которых ездить было просто ужасно. А тут вышел качественный доведенный до ума мод, а именно седельный тягач с манипулятором на базе Урала 4320. Качать его можно в группе AZ Mods, ссылка на которую уже в описании. Внешне модель сделана очень детально, учтено абсолютно всё, не смог ни к чему прикопаться. Когда садишься в салон, появляется очень непривычное чувство, руль-то справа. В салоне я всё-таки нашёл до чего докопаться, во-первых, нет дверных карт и во-вторых, такая себе текстура торпеды. Из плюсов полностью анимирована и подсвечена приборная панель. Даже четвёртое дополнительное зеркало на левом крыле имеется. А также установлен навигатор. Все огни и поворотники работают и даже проблесковый маячок. Имеются анимации дверей, капота и передних опор. Кстати, двигатель тоже сделан на ура. Ну а теперь прокатимся. Сразу отмечу очень резкий старт и разгон. От нуля до сотни всего за 5 секунд. Для грузовика это как-то быстро. Также я смог его раскачегарить до 210 км в час, что тоже слишком быстро. Погуглив в интернете я узнал, что подобная модификация Урала не сможет разогнаться больше 85 км в час. А здесь только за 5 секунд он разгоняется до сотни. Мои впечатления о моде остались положительными. Единственное, за скоростями здесь явный перебор. Их бы не мешало прикрутить. А также поставить дверные карты и текстуру торпеды получше. В остальном мод сделан на 5 с плюсом. Дабы избежать кучу комментов по типу А как скачать? Объясняю. Переходим в группу Zmods по ссылке в описании. Вверху ищем строку Поиск по стене. И в ней на английском языке набираем слово Урал. После чего появится пост с модом. Что делать дальше вы знаете. А если нет, то я снял подробный гайд по установке. Вверху справа подсказка. На этом все. Встретимся в следующем видео или на стриме. Субтитры сделал DimaTorzok